Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 908. «Есть ли разница между словами «христианин» и «верующего Христа»? Или же «христианин» более высшее звание, и не все достойны так себя называть?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Верить во Христа, что у них истинный Мессии, могут и не члены Церкви Христовой, и даже находящиеся в стане врага. А наименование «христианин» человек получает только после крещения и миропомазания – Хрисма. Вне Церкви христианами не делаются, хотя там могут быть и верующие в Него, как в Бога и Сына Божия. Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих. «Целый год собирались они в Церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В ту ночь, когда на небе Иудеи звезды таинственной, не шедший свет горел, слепец перевернулся на постели, ему приснилось вдруг, что он прозрел. В ту ночь, когда у пастухов у стада донесся звук небесных голосов, глухой во сне дрожал от звука града, ему приснилось, что он слышит вновь. В ту ночь, когда в хлеву в объятиях мамы, младенец льнул щекой к ее щеке, во сне коллега шевелил ногами, ему приснилось, он бежит к реке. В ту ночь, когда только на что рожденную Мария нежно наклонила стан, презренно улыбнулся прокаженный, ему приснилось, что он чистым стал. В ту ночь, когда в руках предчистой девы младенец царь унимал ее уста, во сне еще не согрешившей Евы, блудница снилась, что она чиста. В ту ночь, когда в глубоких яслих лежа небесный сыл глядел на звездный свет, холодным в сне уже на смертном ложе, больному снилось, что могилы нет. Перевод Верю Кушнир